привет всем сегодня я хочу продолжить детскую тему я уже несколько раз касался и и еще буду касаться и вопрос будет довольно важный который я особенно задним умом нахожу очень важным часто недооцененный вопрос который я условно называю детским парадоксом в чем он состоит поясню на примере если мы говорим не о детях о взаимоотношениях двух взрослых людей мужчины и женщины думаю все понимают что существуют крайние точки с одной стороны из крайняя точка мне на человека все равно есть он нет не пофигу другая крайняя точка полное слияние я не могу без него жить ты мое сердце ты моя душа что по сути является просто слиянием зависимостью иногда в довольно тяжелых формах проходит и именно этот режим часто воспевается поп-культуре как любовь в общем весьма сомнительно на самом деле детский подростковый или просто несозревший мозг воспринимает только две таких крайних точки на самом деле люди с опытом понимают что истина лежит где-то посередине здоровые отношения это не равнодушие полное когда тебе вообще все равно есть человек нет человека но это и не слияние то есть взрослый человек должен быть способен существовать независимо свободно полностью или почти полностью сам себе обеспечивать как материальном смысле так и психологическом смысле иметь собственные множественные ресурсы они наваливаться всем своим весом на человека на другого да и полностью от него зависеть как как раненый которого вытаскивают с полевой на чем-то плече если про отношения двух взрослых людей это как-то более или менее очевидно это такая ну не слишком большая тайна это многие знают то вот про детей с этим гораздо сложнее детский вопрос особенно для мужчины он довольно сложный и встречаются полярные мнения мужчине дети нужны мужчине дети не нужны категорически мужчине дети нужны иногда или может быть я думаю что здесь нет однозначного ответа который подходит всем разным мужчинам подходят разные ответы я в этом смысле не истина в последней инстанции и моя точка зрения что дети имеют очень большую ценность все мое такое спокойное состояние сейчас да что если могу позволить так спокойно рассуждать про многие сложные темы во многом обусловлено тем что мой детский вопрос в общем закрыт я правда не думал что у меня будет один ребенок я рассчитывал на большее число но так сказать по обстоятельствам взвешивая возможные риски для первого ребенка с тем что возможно и будет больше я принял решение что риски того не стоит стратегии размножения тоже бывают разные на бывают стратегии низкого инвестирования стратегии высокого инвестирования в животном мире встречаются и те и те и некие гибриды стратегии низкого инвестирования это огромное количество потомство где на каждого отдельного тратится мало ресурсов мало времени логика в том что кто-нибудь да выживет самые сильные стратегии высокого инвестирования это когда детенышей мало но они требуют очень большого ухода, часто нескольких лет ухода. Если бы мой детский вопрос сейчас не был закрыт, скорее всего, я выбрал бы какой-то довольно рискованный путь для того, чтобы попытаться как-то этот вопрос решить. Пошел бы на какой-то осмысленный управляемый риск, потому что я лично считаю, что это того стоит. Но не навязываю это мнение. Просто мне в этом смысле во многом повезло. Я, конечно, делал определенные действия, но в конечном счете это везение. Либо вмешательство высшей силы, я не знаю. Меня просили как-то сделать ролик про опыт, вынесенный из супружеского жизни. И, наверное, я его сделаю, но тут все-таки универсальных рецептов быть не может. Да, я делал определенные действия, да, я был наготове, но мне представилась ситуация, и в этой ситуации я сделал свой бросок, и бросок оказался удачным. Помните, как в фильме «Святые струщоб»? Там следователь говорит примерно так. Эти двое не герои. Это два обычных человека, которые попали в необычную ситуацию, и так получилось, что в конце они оказались победителями. Вот примерно мой случай. Так вот, с детьми существует похожая проблема, как во взаимоотношениях мужчины и женщины. Причем человек заранее часто не понимает, какой вес у него в голове имеют или будут иметь дети. Человек может вполне искренне заблуждаться, ошибаться в этом прогнозе относительно самого себя, просто потому, что он еще не был в этой ситуации. Он может думать, что дети для него будут иметь огромное значение, но когда по факту ребенок появится, к нему не будет интереса, не будет каких-то чувств, будет такое ощущение помехи в жизни. А может быть наоборот. Человек думал, что дети для него никакого значения не имеют, что есть, хорошо, нет и ладно. А когда ребенок вдруг появляется, то у него включаются довольно глубокие механизмы такого животного уровня. И угадать в этом смысле сложно. Детский парадокс состоит в том, что если вы более-менее уверены, что дети для вас имеют очень большое значение, то вам скорее стоит опасаться заводить детей. Потому что в случае, если что-то пойдет не так, а под этим я в основном понимаю, конечно, разлучение вследствие развода, там, или неадекватного поведения матери и так далее, если эта тема пойдет не так, то это будет для вас источником серьезного личного риска. Отсюда люди, некоторые спиваются, некоторые кончают с собой, некоторые просто теряют всякую основу, становятся такими, как бы, живыми трупами. С другой стороны, если человек у детей абсолютно фиолетовый, и он это хорошо про себя знает, то, наверное, ему тоже не стоит этим заниматься. Это и детям не полезно, демонстрировать модель отношения, что ты мне нафиг не сдался. А вот если вы способны поддерживать некий баланс, то есть понимать, что ребенок штука ценная, но в настоящем правильном браке он занимает третье, четвертое и так далее места, потому что в правильном браке первое место занимает партнер, а дети представляют собой временные явления. Как индейцы говорили, ребенок гость в твоем доме, накорми, обучи и отпусти. Вот это отношение к ребенку, как пусть к уважаемому и очень ценному, но тем не менее временному гостю в доме. Такое отношение позволит в случае чего пережить это, ну, более или менее спокойно. Никто не говорит, что все будет замечательно. Но поскольку вероятность развода очень большая, а в разводе очень большая вероятность разлуки, намеренные разлуки с ребенком, то пережить это поможет вот такое сбалансированное отношение. Кто знает заранее за собой такое отношение нервозное, что он не сможет так просто этого пережить? Люди с собственной травмой в прошлом по этой теме, как, например, дети из детского дома, дети, выросшие с приемными родителями, не очень дружественными. Таким людям по-хорошему бы надо походить на терапию, прежде чем подходить к вопросу о детях. И, конечно, надо понимать, что современная брачная система, она только усложняет всю эту тему. Очень тяжело решаться на ребенка, зная, что в любой момент по щелчку пальцев тебя могут с ним разлучить. Одно дело быть готовым расстаться с женщиной за 20 секунд. Это одно дело. Совсем другое дело быть готовым расстаться с ребенком за 20 секунд. Это вряд ли отношение нормального здорового родителя к своему ребенку. Такое не пройдет. Некоторые говорят, ребенок делает женщину уязвимой. Возможно. Но в этом смысле женщина уязвима только в фильмах, фантазиях, типа вот истории служанки. В реальном мире, если она и уязвима, то не в этом смысле. Кто по-настоящему уязвим через ребенка, это мужчина, для кого эта тема больная. И, к сожалению, женщины этот вопрос очень хорошо зондируют и понимают в мужчине. Эта тема будет обнаружена точно так же, как женщины находят любые болевые слабые точки в мужской психике. Не знаю, сможете ли вы это прикрыть, эту больную зону, по методу Тристан, который я уже рассказывал. Но подумать об этом стоит. Потому что, к сожалению, для дисфункциональной женщины, а их очень много, это будет просто инструментом шантажа. Это называется психологический шантаж. Даже если вам прямо не угрожают, что у вас ребенка отберут, и ты его не увидишь. Это уж совсем крайняя зона. Но такая молчаливая угроза на эту тему может висеть в воздухе. Женщина может косвенно транслировать такое послание, просто как бы все время встраиваясь между ребенком и отцом. Все время как бы посредник, который прям абсолютно необходим. И без него нельзя сделать шагу. То, что называется гейткипер. Ну, про гейткиперов я потом порассуждаю. А здесь только подведу черту, что парадокс есть парадокс. Это единство двух взаимопротивоположных утверждений, из которых каждая верна в определенных условиях. У парадокса нет разрешения никакого. Парадокс принимается как есть. Человек просто принимает это как факт, либо не принимает как факт. Мужчина, который ценит детей очень высоко, выше, чем свою женщину и мать этого ребенка, сам должен понимать, что он не квалифицирован для того, чтобы состоять в полноценном, сбалансированном союзе. Он сам нарушает баланс. И именно поэтому ему стоит очень сильно задуматься, стоит ли на данном этапе связываться с детьми. Потому что последствия могут быть очень болезненными и для него, и для женщины, и для ребенка. С другой стороны, некоторое такое спокойное отношение к ребенку во многом обусловит и ваше более здоровое с ним общение, и невозможность уж как-то совсем грубо вами манипулировать со стороны женщины. Такой вот корпускулярно-волновой дуализм или двоемыслие. Подумайте об этом на досуге. Всем пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok